привет друзья в этом видео я решила поделиться впечатлениями о нашей поездке в россию потому что видео наверное еще долго буду загружать так что не так все быстро получается а просто вот такие общие впечатления во первых мне очень все понравилось и сыну моему тоже он давно не был в россии 2009 года и ему очень все понравилось я очень рада что дети тут все мои встретились правда нам не удалось встретиться всем вместе мы сначала были в ярославле в одной дочке потом москве у другой дочки но тем не менее дети внуки в общем здорово этот месяц был такой наполненный каждый день было что-то необыкновенное и это было здорово я счастливая мама и бабушка прижимы останавливались и и на несколько часов и теперь решили что будем делать так если получится всегда потому что мы летим из далласа обычно с остановкой хотя бы со мной если будем останавливаться в европе то обязательно задержимся на несколько часов мы потратили в париже на двоих где-то 150 евро мы покатались на автобусе мы походили пешком полюбовались ну конечно это не экскурсия это не полная экскурсия но вообще здорово все равно здорово французы не верьте никому француз очень приветливая особенно если говорите вы немножечко хотя бы по-французски мужу и мерси маку поэтому уже в ярославле набережная моя любимая набережная реки волги и сходила я ее туда-сюда с друзьями с подружками много-много раз в этот раз она естественно дача наша это вот как раз было время таких ромашек иван-чая чудесное ну и земляники конечно земляника я уже в видео делала гуляли по лесу собрали землянику что делали на даче купались все речки солоницы тоже мы одна из моих любимых речек пускай самая любимая . покатались полетали наши мужчины на паратрайке трубка он на 300 метров летал а вот серёжа и никита они летали на один километр от никита снимал страшновато правда ну говорит что нет стрелку ярославля видно а это мы деревня вятская если вы не были вообще не были в ярославле или обязательно приезжайте обязательно заезжайте вятская удивительная деревня который восстанавливает брат моей подружки детства обязательно сниму видео покажу вам тут несколько музеев сама деревня желая там люди работают и живут это опять на набережной мы гуляем тут я уже не помню с кем красивые места обязательно всех приглашаю кто не был ярославль даже если были вот просто приехать на выходные погулять просто походить даже не заходи ни в какие музеи если нет времени полюбоваться особенно если хорошая погода 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 была отличная просто вот отличная погода иногда шел дождичек небольшой как бы быстро проходил вообще погода стояла просто отличная каждый раз когда уезжаю из техаса и я начинаю думать что взять и думаю ну там же не бывает 40 градусов правда приезжаю и почему-то все время привожу теплую погоду не жаркую но такую теплую это мы уже в москве это панорама с воробьевых гор мы там тоже брали автобус ездили с экскурсией каждый раз беру автобусы знаете каждый экскурсовод рассказывает по-своему это мы в коломенском гуляли вот этот необыкновенный такой необыкновенный дворец это конечно новодел но интересный парк огромный если пойдете гулять берите что-нибудь на прокат это велосипед или что-то берите обязательно на прокат ну естественно красная площадь она слава богу была в этот раз ничем не заставлена никакими трибунами никакими тут строениями гуна очень красивый весь в цветах и внутри тоже сделала отдельное видео там все время что-нибудь вот по первому этажу гуна что-нибудь интересное все время бывает в этот раз это вот цветы и необыкновенные какие-то я имею ввиду цветы это обыкновенные необыкновенно выложены вот прям целая мозаики цветов очень красиво люблю москву люблю самый центр в прошлом по красной площади я ездил много-много-много раз и никогда не надоедает хотя это естественно самые такие туристические места и вот в субботу мы тут снимали как раз это было очень много народу хотя мы и в другие не ходили когда не так было много уже но вот это суббота потому что мы пришли хотели попасть на парад и мы попали и я тоже видео выложу расскажу как попасть это не парад а развод караула называется все это церемонию вот я чуть-чуть тут показываю всю церемонию я сделаю отдельное тоже видео очень красивая церемония и в общем-то попасть оказывается не так сложно жидковато конечно немножко было потому что кондиционеров мы привыкли кондиционерам здесь у нас дыхать а это мы в музее в архангельском уже сюда второй раз приезжаем удивительный такой музей все больше и них экспонатов машины старинные разных выпусков самолеты мальчишкам очень интересно да и мне тоже я с удовольствием сюда приезжаю а это на в днх вы не представляете как мне понравилось это что-то какая-то атмосфера такая знаете все на каких-то самокатах на каких-то велосипедах на каких-то там здесь как это еще называется в прокат много всего дают на самокатах на роликах всех возрастов люди как здесь катаются очень очень приятная конечно атмосфера были мы здесь в куране и были в каком-то еще аттракционе тоже отдельно сделаю видео это бородинская панорама удивилась даже насколько было интересно моим мальчишкам и москву рома были с никитой с ромой насколько было интересно вопрос очень понравилось здесь ну и вот это уже последний день мы с никитой с третяковку еще успели заскочить но буквально успели заскочить на 2 часа в 6 закрывалась тем не менее так пробежались по залу последний последний вечер мы тут я немножечко опять около гома красной площади и в этот вечер мы отправлялись же вернее даже не не вечера ночь мы еще погуляли по арбату вечером и уехали на предпоследнем экспрессе единственный минус вот отсюда с арбата шли очень долго на смоленскую на станцию смоленская ой москва была все перекупана все есть центр меняли плитку и приходилось сделать такие круги такие огромные петли потому что где-то что-то перекрыто но опять же плюс какой я рада что я выдержала все это абсолютно не устала все вот об этом я и хотела рассказать и и и и Субтитры сделал DimaTorzok